Конец эры углеводородов придет гораздо раньше, чем мы думаем. Уже в середине 20-х годов мы ощутим это непосредственно на себе. Это будет еще при нашей жизни. Крупнейший автопроизводитель мира Volkswagen заявил, что с 2030 года будет выпускать только электромобили и вкладывает уже сейчас 20 миллиардов евро в переход на электро и еще 50 миллиардов в закупку батарей для них. И не надо думать, что это все несерьезно. Это более чем серьезно. Как пишут о них, Volkswagen вбил гвоздь в бампер автомобилей эпохи внутреннего сгорания. Новый электромобиль Porsche Mission E был представлен еще в 2015 году. И он должен покончить с бензиновым двигателем раз и навсегда. Его уже сейчас называют киллером бензинового двигателя. Дело в том, что он составляет настоящую конкуренцию ныне уже существующей Тесле. И дело даже не в том, что этот концепт-кар развивает свыше 600 лошадиных сил. И даже не в том, что до 200 километров в час разгоняется за 12 секунд. Более важно, что автомобиль способен пробежать свыше 500 километров без подзарядки. То, чего Тесла еще не может. Но, пожалуй, самое главное, автомобиль решает проблему со временем подзарядки. Это называют его самым большим преимуществом. Porsche способен всего за 15 минут заполнить свои аккумуляторы. Господа, за 15 минут вы снова можете легко проскочить 500 километров. Экономически это выглядит так. Имея в кармане, скажем, 20 или 30 евро, вы можете проехать от Кёльна до Мюнхена. Сейчас для седана средней прожорливости на это уходит приблизительно 100-150 евро. То есть автомобиль не только стирает границы между людьми и странами, но и теоретически его появление должно значительно улучшить благосостояние людей, так как мы будем все меньше и меньше тратить на бензин. В данный момент цена автомобиля 85 тысяч евро. Но как только начнется массовое производство, а оно уже начнется в 2020 году, осталось всего 3 года, предполагается, что его цена упадет в 2 раза. Для нормального потребителя автомобиль Porsche будет стоить около 40-45 тысяч евро. Концерт Volkswagen предполагает, что автомобиль действительно побьет все рекорды по продажам. Ну а еще через 10 лет абсолютно точно все люди с бензиновыми двигателями поменяют свои автомобили на электромобили. Концерны вступили в гонку, рынок и его условия заставили людей сделать шаг в сторону новейших технологий. Еще один очень важный момент – электромобили ломаются гораздо реже, чем обычные автомобили. Ведь у них нет детонации, которая сопровождает работу двигателей внутреннего сгорания. И их ремонт будет обходиться намного, приблизительно на 60% дешевле, чем нынешние автомобили. Другими словами, вы покупаете автомобиль за 45 тысяч, и потом очень долго у вас нет с этой машиной никаких проблем, если вы ездите аккуратно. Автомобиль Porsche намерен понимать водителя. В салоне установлена система, которая будет следить за человеком, подстраиваться под каждого индивидуального водителя. На электронном табло появятся стрелки мышки, которую можно будет двигать взглядом, не отвлекаясь от дороги. Кроме того, электромобиль будет подключен к интернету, программы для шасси и силовой установки, а также видео и музыку можно будет скачивать сети. Я уже не говорю о том, что, естественно, будет самая современная навигационная система и самая мощнейшая система контроля. При малейшем выходе той или иной части или поломке внутри автомобиля будет тут же сообщаться, что необходимо предпринять для того, чтобы все было в порядке. А что же в России тем временем? В России в 2008 году сказали, что Россия – это тихая гавань. В 2014-м Путин заявил, при барреле дешевле 80 мировая нефтедобыча рухнет. Интересно, кого это волнует в наше время? А в 2016-м объявили «Нет оснований говорить о закате эры углеводов». Вы это серьезно? Очень верно написал об этом один из российских журналистов. Вот что он написал. В эпоху технологической сингулярности нельзя не то что идти назад, нельзя даже медленно двигаться в верном направлении. Иначе через некоторое, причем не такое уж большое время, мы уподобимся индейцам, которые, глядя на конскитодоров, не могли понять самого принципа действия огнестрельного оружия. Что еще хуже, эта ситуация со временем совпадет с уходом в прошлое двигателей внутреннего сгорания, то есть в общем, во всех системах. Крах, базирующийся на экспорте нефти и нефтепродуктов под советской экономики, совпадет с фатальным отставанием военной техники. Через 10-12 лет те ракеты и танки, которые будут по-прежнему возить по Красной площади и показывать россиянам, будут казаться всему остальному миру какими-то раритетными, устаревшими игрушками, никому по большому счету не интересными. Продолжение следует...